Итак, теперь мы рассмотрим с вами нижнюю челюсть. По-латыни она называется мандибуля. Вот я ее сейчас выделил. Нижняя челюсть является не парной костью, но на самом деле она представляет собой результат сращения двух парных зачатков. И она является подвижной костью, практически единственной подвижной костью черепа за счет того, что ее составной отросток внедряется в фосомандибулярис и здесь формируется височный нижнечелюстной сустав. Давайте теперь взглянем на нижнюю челюсть. У нее есть тело, как бы центральная такая часть, не парная. Есть два отростка. Эти отростки венечной и мышелковой, процесс скандилярис и процесс кронеидус, они являются частями ветви нижней челюсти. Вот, собственно, тело переходит в ветвь нижней челюсти. И интересно, что... Знаете, какой я вопрос сейчас себе задаю? Это достаточно качественные такие вот вырисованные, художники вырисованные, художники вырисовывали с каких-то натуральных костей. И здесь имеет место одно определенное противоречие. Смотрите. Альвеолы зубов нижней челюсти достаточно глубокие, хорошо выраженные. Вот если мы сюда смотрим, они не заросли. Если человек без зубов живет уже длительное время, эти ячейки, альвеолы затягиваются. А в то же время, смотрите, на границе между телом и ветвью, вот здесь, должна быть бугристость для жевательной мышцы, мускульсмассетер. Туберозитас массотерика. Она едва заметна. Вот она выглядит так, я смотрю с другой стороны, тоже едва заметна, что есть подозрение, что человек давно уже так не ел твердую пищу. То есть, как бы, это определенное такое противоречие, связанное со степенью выраженности альвеол, которые все целые и едва заметной степенью выраженности туберозитас массотерика. Я просто размышляю вслух, вспоминая то, что на самом деле, знаете, в 40-х годах 20-го века был такой выдающийся отечественный антрополог Герасимов. И он первый основал методику восстановления лица по черепу. Благодаря этому антропологу мы знаем сегодня, как выглядел Ярослав Мудрый, как выглядел Тимур Тамерлан, как выглядели еще несколько известных людей, про которых мы не сомневались, что это захоронение именно данного исторического лица. И вот практически по рельефу костей он разработал методику восстановления мягких тканей. То есть от степени выраженности всех образований, бугристости, все определяется, как это будет отображаться на реальном лице. Поэтому интересно, что здесь вот с внутренней стороны этой ветви располагается тоже бугристость. Туберозитас птеригои. Она чуть лучше заметна, но тоже не ахти. Но вот так или иначе, именно методика Герасимова позволяет на все это взглянуть с практической точки зрения в прикладном аспекте. Возвращаемся к нижней челюсти. Значит, мы в левой части нашего изображения видим, что у нее есть тело, корпус мандибели. Есть, что у нее видим ветвь, парная, правая, левая. И от этих ветвей отходят два отростка. Венечный отросток процессус короноидус и мыщелковый отросток процессус кондиллярис, покрытый хрящом. Соответственно, между этими двумя отростками есть вырезка, которая их разделяет и всегда очень хорошо заметна. Теперь давайте посмотрим на тело нижней челюсти. Опять заметим, что здесь есть у тела такие отверстия с обеих сторон. и мы уже упоминали сегодня, что через них выходит третий ветвь страничного нерва под кожу. Мы это место тоже можем у себя прощупать как такое более чувствительное, более болезненное. Развернем тело внутренней поверхностью. И здесь для нас важно несколько таких структурных образований. В частности, вот эту выпуклость, она подкрашена голубым цветом сейчас. Это линия миллохиаида. Подда, нижнечелюстная линия. Так она переводится. Есть такое понятие диафрагма рта. Что это такое диафрагма рта? Диафрагма рта представляет собой совокупность мягких тканей, прежде всего мышцы, которые замыкают вот это пространство. Вы можете прощупать у себя снизу, под подбородком, что вот здесь все под кожей замкнуто. Чем? Замкнуто двумя парными мышцами мускулюс миллохиаидаус. Наверное, тут самое время попытаться это продемонстрировать. Мускулюс миллохиаидаус. О, вот как. Значит, реально все это пространство замкнуто. Эта мышца парная и соединяется посередине таким швом, рафе. А сзади она прикрепляется к подъязычной кости, осьяидом. Интересно, что осьяидом... Вот я ее показал сейчас. Она единственная из костей черепа, которая располагается на шее. Да? Вот у нее тело, которое прикрепляется мускулюс миллохиаидаус и два отростка, которые называются рогами. Большой рог и малый рог. И мы сейчас про эту мышцу упоминаем, потому что она крайне важна для понимания механизма, что прикрепление ее постоянное к нижней челюсти является такой регулярной тягой, в результате чего формируется линия миллохиаида. Я не стану ее сейчас подкрашивать. Я хочу просто развернуть, чтобы мы ее увидели. Вот это можно так сказать неровность. на самом деле она достаточно винтированная, но возвышенность, которая является результатом такого места прикрепления. Верну на место мускулюс миллохиаидаус и теперь для себя зададим вопрос. Вот если какая-то структура располагается выше этой мышцы, то она относится к голове или шеи. Но полонки вещей она относится к голове. А если она располагается ниже, то она полонки вещей располагается на шее. Для нас сейчас это важно в связи с тем, чтобы здесь вспомнить про две ямки фосса сублингвалис, которая занята если мы отсюда уйдем на отдельную кость, мы не увидим всего этого взаимоотношения. Поэтому я просто показываю эту ямку без отдельной подписи прямо тут, которая занята слюнной железой гляндуля сублингвалис. А вторая ямка вот здесь. Она занята тоже слюной железой, но гляндуля субмандибулярис. Вот эти железы так близко друг к другу располагаются, что на самом деле они практически задними концами друг с другом соприкасаются. Давайте попытаемся их выделить. гляндуля сублингвалис. Так, с какой нам стороны лучше покажем это слева. Сублингвалис тогда вот вторая по счету их две перечисляется. Одна правая, другая левая, но мы начинаем с левой стороны. Смотрите, какая она. она лежит на мускулюс милихейдус и примыкает кости со стороны ротовой полости. А вторая железа будет с наружной стороны, вот здесь. И мы ее тоже сейчас найдем и подпишем. сублингвалис. Субмандибулярис. Она крупнее, как видите, да? Мало того, смотрите, она, гляндуля субмандибулярис, имеет такой отрок, который заходит за задний край этой мускулюс милихейдус и близко прилежит к гляндуля сублингвалис. Вот эти две железы мы сейчас упоминаем в связи с ямками, которые они оставляют на поверхности тела нижней челюсти с внутренней стороны. Значит, вот это фосса или фовеа сублингвалис. Вот она. И с противоположной стороны фосса субмандибулярис. Значит, эти две ямки располагаются по обеим сторонам выше и ниже чего? Линия милихейда. Вот это мускулюс милихейдус. Я ее сейчас спрячу. Мы ее сделали прозрачной и видно, куда она прикрепляется. Вот она прикрепилась к линии милихейда. И вот тогда выше этой линии вот это фосса сублингвалис, а ниже это фосса субмандибулярис. Но, пожалуй, из того, что нам еще обязательно тут надо посмотреть, тут есть целый ряд дополнительных мелких образований, которые играют для нас так второстепенную роль, но тоже все-таки важны. смотрите, мы сейчас с вами выделили вот эту структуру. Вернемся теперь в систему изоляции. здесь рядом с осью нижней челюсти располагаются вот эти углубления для прикрепления мускулюс дегастрикус. Фосса дегастрика они также интересно не вырост формируют, а наоборот вот такое втяжение. Вот это для нас является таким дополнительным интересным ориентиром. Здесь подкрашена голубым цветом линия мелехейда. Вот она сверху от нее подкрашена фосса сублингвалис, а снизу вот это фосса субмандибулярис и фовая дегастрика двубрюшная, которая прикрепляется одноименная мышца мускулюс дегастрикус. А на ветви нижней челюсти еще стоит нам дополнительно упомянуть про сам канал вот он каналис мандибуля, в который входит третья ветвь тройничного нерва, она сюда, ну точнее ее дочерняя уже внучатная ветвь, да, нервус альвалярис инфериор и выходит он вот здесь в области форамон ментали. Все, уважаемые коллеги, всего вам доброго, до свидания. Довlinья. Продолжение следует...